Здравствуйте! С вами я, единственный и незаменимый Влад. Лучшая половина нашей команды сегодня такая занятая, что в студии буду один я. Сразу важные новости. Сегодня наш университет посетили уважаемые гости. Причиной визита были ядерные технологии, в связи с чем на встрече присутствовал Кириенко Сергей Владиленович, генеральный директор госкорпорации «Росатом». Сегодня в рамках рабочего визита ДВФУ посетил генеральный директор «Росатома». Мы взяли интервью у оглобленной Людмилы, ведущего специалиста Центра ядерных технологий. Сейчас на данный момент в ДВФУ реализуются две инициативы. У нас в Центре ядерной технологии реализуются три образовательные программы для специалистов ядерной отрасли, чтобы здесь их обучать. И в дальнейшем они работали на предприятиях госкорпорации «Росатома». И открытие Центра ядерной медицины, тоже на территории ДВФУ. Вот, собственно, в рамках этих двух направлений и был приурочен визит Сергея Владиленовича. И в дальнейшем для решения вопросов такого очень высокого, собственно, вроде как бы все. Первое, все-таки, ядерщики Дальнего Востока, Красноярска перенести в ДВФУ. А тем более, что появляются станции прибрежного, морского базирования. Это совершенно другая технология подготовки. Здесь могут пригодиться животные морские, роботы. Кстати, вот один из них. Наши студенты... До свидания. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский также посетил эту встречу, что говорит о важности мероприятия. А с 17-го числа в ДВФУ проводятся мастер-классы на тему дипломатия ВТР. Возможностью посетить эти лекции студенты обязаны Николаенко Валерию, и редактору журнала «Дипломатическая служба», профессору кафедры дипломатии и внешней политики России в Дипломатической академии МИД РФ. Смотрим сюжет от Анастасии Братчиковой. Прямо сейчас за дверью этой аудитории идет открытый мастер-класс приглашенного профессора Валерия Николаева. Кстати, он имеет рамки чрезвычайного и полномочного посла. Мастер-класс на тему «Diplomacy in the Asia Pacific». Давайте тихонько зайдем и послушаем. Если же вы больше любите говорить, чем слушать, то вам следует посмотреть сюжет с участием Владимира, который очень хочет пообщаться со студентами кампуса на тему кино. С ним встретилась Татьяна Камбарова. 2 апреля в 19 часов под лестницей будет проходить первый в кампусе кинопоказ «Киноточка». За подробностями мы обратились к организатору Владимиру. Здравствуйте. День добрый, дорогие друзья. Я жду вас 2 апреля в 19.00 под лестницей. Буду смотреть очень хорошее кино и вести долгие и приятные весы без вами. Проходите. Я жду вас. Герой нашего вчерашнего выпуска «Кафе Драшакон» – место, куда стоит сходить завтра, чтобы расслабиться и насладиться выступлениями. А какими именно, нам расскажет Анастасия Пинкова. 29 марта состоится замечательное мероприятие, которое называется «Вечер стендап». Поподробнее нам расскажет его организатор Денис. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Денис. Я всех вас приглашаю завтра, в субботу, в 9 часов вечера, в кафе «Пиццерию 8.2», которая сейчас называется «Драшакон». Вот, «Драшакон». И приходите все. Будет очень весело. Будут ребята пытаться вас развеселить. Приходите с хорошим настроением, берите друзей. Будет приглашенная звезда, будет петь для вас, развлекать. Вот, собственно. Ну, наверное, все. Ждем вас завтра. Будем рады вас видеть. Приходите. Спасибо. Настя сегодня посещала все научные мероприятия. Поэтому о семинаре, прошедшем в морском зале корпуса «Б» расскажет тоже она. Для того, чтобы вывести любой препарат на рынок, требуется огромное количество денег. И вот на этом слайде приведено, приведены такие просто оценки, тоже из практики, что если вы хотите потеснить свой конкурент, то есть если вы хотите потеснить свой конкурент, то есть если вы на рынке есть уже какая-то продукция, который продается, то есть вы хотите… Мы бывали в корпусе «Б» в конференц-зале морской на семинаре применение опыта и формирование предпринимательского университета и коммерциализации научных разработок. В семинаре принимали участие такие представители университетов, как «Сколтех», «Миссис», «Высшая школа экономики» и «Нежгородский государственный университет». Помимо «быть» или «не быть», мы часто слышим споры о том, кто же лучше, парни или девушки. Ну, само собой, ответ очевиден. Но не зря же я сходил и снял сюжет, поэтому смотрим. Чем девушки лучше парней? У девушек лучше женская логика. Чем парни лучше девушек? А, парней нет, по-моему, я же. Девушки лучше парней, потому что они красивее, хорошо готовят и проворнее. Вот ты тупая. Мы лучше, потому что мы умеем. Парни лучше, потому что с ними легче знакомиться. Я думаю, что парни лучше, чем девушки, потому что они круче готовят. Одним из вечных вопросов мы заинтересовались благодаря Академии студенческих лидеров и чистик Саши. Почему? Она сейчас расскажет сама. Привет, ФИПУ-ТВ! Итак, что же такое «Битва полоха»? Это интеллектуально-развлекательная игра, в которой могут принимать участие абсолютно любые студенты ДВФУ. Если ты хочешь принять участие в этой игре, ты ищешь себе команду, пусти человек, либо это парни, либо это девчонки, и подаешь заявку на наш адрес. Обязательно найди нашу группу ВКонтакте, она называется «Битва полов». Следи за новостями и обновлениями, и ты будешь в курсе всего. На самом деле все очень просто. Конкурсы будут легкие, они будут веселые, позитивные и совсем не сложные. Мы обещаем, гарантируем позитив. Само шоу, сама игра состоится 14 апреля в 16.00 в Красном зале инженерной школы. Мы тебя ждем. До встречи, ФИПУ-ТВ! На этом сегодня все. Веселых вам выходных. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова